здравствуйте мои чудесные зрители приветствую вас на канале моя родина земля этим видео я приглашаю вас отправиться вместе с нами в уникальную поездку по храмам пяти стихий пяти элементов которые находятся в южной индии наша поездка состоится с 20 февраля по 4 марта этого года продолжительность поездки 14 дней вместе с вами мы посетим храмы в городах путтапарте тиру пати шри калахасти канчи пурам тиру ванамалай махабали пурам чидам барам тиру чиру пали возможно многим из вас эти названия не говорят ни о чем но я вас уверяю что после нашей поездки они останутся в ваших сердцах и ваших душах навсегда во время поездки мы сможем окунуться с вами в теплые воды бенгальского залива примем участие в огненном ритуале совершим пуджу для устранения негативных влияний планет вашем гороскопе прочитаем пальмовые листья судьбы сходим к дереву исполнения желаний это только малая часть того что нас ожидает в этом уникальном путешествии дорогие друзья более подробную информацию об этом путешествии и контакты по которым вы сможете записаться на участие в нашем туре я оставлю в описании под видео и в первом закрепленном комментарии друзья а сейчас я бы хотела вам сказать что такое паломничество цитатами из статьи с вами гананат амрита нанда гири из духовного центра что в штате вирджиния паломничество это особое и священное путешествие не похожее ни на одно другое для отдыха люди отправляются в отпуск отпуск это праздник чувств позволяющий отвлечься от проблем повседневной жизни а паломничество это путешествие к богу которая на самом деле является путешествием внутрь себя на время паломничества мы отказываемся от роскоши принимаем обеты и совершаем аскезы в индии очень много могущественных священных мест считается что посещение таких мест очень эффективно устраняет последствия проступков совершенных в этой или прошлых жизнях и дарует духовные благословения эти священные места хранят живое присутствие древних мудрецов и святых некоторые из них были определены как священные благодаря мистическому осознанию святых другие были основаны когда святые мудрецы совершали там тапас места где жили и умерли святые обладают сильным зарядом исцеления и пробуждение духовной энергии кстати такое место в нашей поездке тоже будет это путтапарти где жил и принял махасамаде шри сатя сай боба священные места по всему миру такие как могущественные храмы индии имеют каналы открытые во внутренние миры они обладают великой способностью очищать нас и пробуждать духовное сознание зачастую готовясь к паломничеству у нас возникают препятствия и трудности стоит осознавать что это необычный отпуск это процесс движения к божественному неудачи и трудности это нормальная часть процесса самое правильное не унывать а воспринимать эти вещи как благословение таким образом этот процесс очищает наши умы от негативных эмоций и высвобождает нашу карму за несколько недель перед поездкой хорошо брать обеты и соблюдать аскезу конечно же в зависимости от вашего здоровья лучше всего перейти на это время на вегетарианскую диету и избегать употребления стимуляторов и интоксикантов не смотрите жестокие фильмы и не слушайте новости это поможет легче сосредоточиться на духовных мыслях и очистить разум и тело в подготовке к путешествию очень полезно дать торжественный обед совершить паломничество и молиться богу чтобы тот помог в процессе изменения жизни при посещении священных мест очень полезно быть щедрым на пожертвования пожертвования помогают сохранению священного места каждый раз когда преданный посещает священное место он получает там немного духовной энергии и оставляет немного своей мирской со временем энергия тысяч паломников начинает истощать священную энергию место чтобы оживить и сохранить его святость необходимо выполнять определенные ритуалы для этого требуется много ресурсов которые приобретаются за счет пожертвований паломников посещающих эти места очень важно давать что-то смотрителям этого священного места мы не должны осуждать этих смотрителей и думать что управляющие этого храма коррумпированы не нам судить или беспокоиться о таких вещах мы должны понимать что у всех людей есть некоторые эгоистичные наклонности и недостатки но именно этим людям бог предназначил сохранять это священное пространство за их усилия без которых мы не смогли бы получить благословение этого священного места мы им очень благодарны мощные храмы индии где на протяжении многих веков ежедневно проводятся пуджи и яджны обладают уникальной мощью мы всегда должны помнить что внешнее путешествие символизирует путешествие внутрь нас самих уникальные впечатления становятся возможными когда мы отходим от нашей рутины и путешествуем в далекие и уникальные места по иронии судьбы часто приходится путешествовать через пол континента или мира чтобы найти то что находится внутри нас чем бы мы не считали себя связанными мы будем оставаться связанными пока не решим предпринять необходимые шаги чтобы стать свободными каждый шаг в священном паломничестве это большой шаг к нашему освобождению от болезней заблуждений страданий невежества и всего что нас связывает друзья повторю что это были цитаты из статьи с вами гананан там рита нанда гири из духовного центра в штате вирджиния коровка нас переводят через очень оживленный перекресток мы спрятались за нее и так мы преодолели его благодарим тебя коровка вот этот перекресток благодаря коровке мы его преодолели под названием бандал уже съели у ирочки масала душа она уже испугалась такого размера тоже упаковка у нас фирменная самая лучшая колясочка в мире жива на тараджа скоро мы с тобой встретимся но что но а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, помните, я вам рассказывала про подношения, которые измеряются вашим весом, подношения золота, например. Похоже, что вот эти самые весы измеряют такое подношение. На одно садитесь вы, на одну чашу весов, на другое кладёте ваше золото. Здесь продавец Рудракши, и он нам объясняет. Семь лиц Рудракши, это Лакшми, и семь лиц Рудракши, это Лакшми, и семь лиц Рудракши, это Лакшми, и пять лиц Шива, Мурга, Субрамания, а, это второй сын Шивы. Три? Шива. Три Шива, четыре? Брахма. 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 Шиван Парвати. Шива и Парвати. А, очень красиво. Для полноты картины хочу добавить, что на эти весы кладут не только золото. Вы можете сделать подношение в виде мешков с рисом, фруктами, ну, может быть, монетами. Монеты, мешки монет можно сюда принести и положить на другую чашу весов. Боги будут довольны. Я идти. Смотри. Нашли мой лист, Нади. Смотри, Намау, Нарае, Найе, Смотри, Маха, Ганнаваде, Тунай. Смотри, Гурджи, Адилсива, Армунар Капу. Смотри, Тайин, Найи, Самеда, Смотри, Ваиды, Ната, Свами, Смотри, Салва, Мунту, Кумара, Смотри, Ангара, Бхаван. Ом Смотри, Мага, Ганнаваде, Тунай. Ом, Намау, Нарае, На. Смотри, Акасте, Мага, Шива, Нади, Джоди, Шунай. Смотри, Мага, Шива, Шива, Жива, Ща. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok